подруги доброе утро у нас тут оно действительно доброе надеюсь у вас тоже самое грант спит своих качелях мамару и сегодня глядя на своего малыша и проведя с ним уже три с лишним недели вместе я понимаю что у нас образовался некий такой но не то чтобы режим понятно не режим смысле вот прямого понимания режима ребенка а уже какие-то паттерны которые у нас складываются каждый день и которые помогают нам весь этот процесс делать легче процесс ухода за ребенком кормление да котенок сейчас пойдем ну и в общем я решила сегодня сделать видеоролик и показать вам все полезности такие основные которые вот за три с половиной недели нашей жизни с новорожденным малышом они вот помогли нашу жизнь сделать действительно легче и для меня как для мамы которая кормят и по ночам и целый день и также занимается духе двухлетним ребенком в общем эти вещи стали очень очень важными поэтому какие-то моменты буду вам показывать какие-то рассказывать и собственно надеюсь вам видеоролик понравится так но я сегодня утром только то успела что помыть волосы следовательно никакой укладки никакого макияжа сегодня не будет потому что у меня задача не из простых то есть с утром нужно встать нужно покормить гранта переодеть его потом с рэмом позаниматься нужно его искупать его покормить нужно что еще нужно снять этот видеоролик нужно показать вам все что у нас здесь есть из важных вещей и конечно же до дневного сна успеть еще рэма покормить и с ним погулять и посередине еще в какой-то момент покормить гранта 90 раз к нему подойти потому что он там что-то возмущается как сейчас короче каждый человек который в моей жизни хотя бы раз еще мне скажет что женщина дома с детьми просто сидит я вот соберу всех детей своих подруг и сдам этих детей этому человеку и вот пусть он сидит вот посажу его дома и скажу сиди дорогой отдыхай и наслаждайся жизнью потому что мамская жизнь это вообще не про то чтобы сидеть короче сегодня благодаря только моему мужу прекрасному который у меня супер круто у меня есть кофе и ваза моя она не скучает без меня и как я уже сказала сегодня хочу вам показать всякие разные штуки которые я нашла за последние три с половиной недели очень очень ценными очень полезными какие-то новые вещи которыми я не пользовалась когда рэм был еще младенцем но и следовательно надеюсь что эти вещи а помогут молодым мамочкам которые только-только планируют родить или которые только что родили которые ищут для себя наиболее такие удобные штуки которые помогут материнство сделать немного более приятным или сильно сильно более приятным для меня вот слова сильно более приятно это вот прям в точку и еще коль уж вам уже заговорила вам задание сразу ставьте на паузу и выполняйте задание идите в комментарии и напишите ваш вопрос для арса я планирую на этой неделе записать видеоролик и я надеюсь мы успеем его опубликовать либо в четверг либо в субботу и мы вместе с арсом поговорим на тему вторых родов второго ребенка того как он ощущает себя отцом двух детей как для него проходит вот этот переход от от одного ребенка к двум и также про партнерские роды как он себя чувствовал какой опыт был для него в наших партнерских родах во второй раз так что подружки все что вам интересно можете задать в комментариях под этим видеороликом как я уже сказала ставьте на паузу и идите пишите свой вопрос вопрос собственно и мне можете задать если что-то еще хотите у меня спросить и мы постараемся выбрать самый интересный и в нашем совместном видеоролике с арсом на эти вопросы будем отвечать еще расскажу сегодня про подгузники потому что за последние три с половиной недели мы протестировали порядка десяти брендов конечно же расскажу сегодня про мой молокоотсос элви во первых вставлю сейчас клип распаковки который я сняла когда только получила с амазона эту посылку и после распаковки покажу вам как я им пользуюсь и мы с вами попробуем сцедить одну грудь и посмотреть сколько же молока у меня будет бутылочки и как работает приложение этого молокоотсоса подруги смотрите что приехала элви мой молокоотсоса которым я говорила вам ранее которую я сильно сильно хотела заказать сейчас будем делать распаковку и буду про него рассказывать первое впечатление а потом я заказала еще одну хаку то есть вот эту бутылочку которая цепляется на грудь в предыдущем видеоролике одном из я вам показывала какой банк молока у меня получился за всего пять дней с этим сборником молочка который просто ловит это молоко и в целом то не является таким полноценным молокоотсосом это очень круто на всякий случай заказала еще один чтобы у меня просто была сменная хака но крутая новость в том что моя подружка лейла которая тоже только-только родила малыша она посмотрела на wildberries детском мире и в прочих магазинах в россии можно купить практически идентичную штуку хаки то есть там разные фирмы которых продают она купила что-то там со стоком связано короче что-то сайском связано в общем если поищите в интернете в россии тоже можно подобную хаки купить она прям один в один даже цветочки дизайна очень даже похожи следовательно их можно приобрести если кому интересно и стоят они вот прям если сравнить это стоит там что-то вот конкретно хака стоит типа там 19 евро ну в россии нужно посмотреть на там тоже я думаю очень доступная цена эта штука стоит очень-очень дорого по сравнению но ладно это вообще долгая история еще и заказала две крышечки потому что пользуюсь сейчас я своей хакой я поняла что шанс разлить молочком он очень-очень большой и высокие поэтому лучше пользоваться крышечками но как мне кажется в силу того что вот эта штука давайте сразу покажу открою силиконовая а то лучше наверное выбирать те у которых присоски ну вот у меня это хака а это побольше это вот моя которая пользуюсь у нее получается 100 миллилитров а в этой 150 ну оказывается я заказала побольше штуку ну вот и у них крышка вот такая крышка просто надевается сверху попользовалась пока ребенка держишь столбиком или просто чтобы положить на стол так чтобы эта штука вот так вот банкс присосалась и не опрокинулась лучше закрывать крышкой но вот та фирма которая и продается в россии у нее есть такая вот прям найти внутрь вставляется такая как затычка и она мне кажется удобнее потому что пока вот и вот это оденешь это конечно ну даже в процессе можно пролезть ну да ладно в общем главное что у меня теперь есть две эти штуки и можно выбирать какой пользоваться здорово ну что ж давайте тогда посмотрим элве это как раз таки самое самое интересное я помню вам видеоролики рассказывала что я хочу купить двойной молокоцос который стоил порядка 600 евро если там еще какие-то вот эти все штучки и ручки к нему покупать дополнительную силиконовые прокладки и так далее которые если их стерилизовать и не быстро приходят в негодность то тогда это дело становится еще более дорогим плюс там 100 евро по моему вот так как у меня есть прекрасная хака я решила заказать молокоцос которые на одну только грудь грубо говоря пользоваться им в таком же режиме как и хакой кормлю ребенка одной этой этим молокоцосом молоко сцеживая если нужно с другой груди какая красота смотрите блин вот так выглядит молокоцос элве очень серьезно и модно сделано значит с чего он состоит как я понимаю вот бутылочка которая снимается наверное нажимаешь да нажимаешь на кнопку отделяется бутылка вот я говорила вот про эти все прокладочки и вот эти вот они в коробке должны быть дополнительные еще резервные так потом здесь очевидно включаешь левая правая тут что-то должно загореться ну короче мне нужно почитать инструкцию и понять как это все дело работает а работает она с приложения то есть это к телефону все подключается так что еще в коробке значит вот в коробке есть запасная вот такая вот история то есть это вот вся внутрянка с бутылочкой и вот здесь вот такая вот штука на бутылочке здорово тоже показаны сколько здесь миллилитров не знаю вам будет видно и лет видно да вот сколько миллилитров смотрите это конечно как-то очень прям красиво я бы даже сказала так потом здесь еще очевидно за еще запасные вот эти все запчасти провод при помощи которого это фидела заряжается потом очевидно мешочек в котором можно брать его собой так и вот здесь две крышечки для двух бутылочек так и тут у нас еще мануал то есть книжечка в которой есть вся инструкция как этим делом всем пользоваться но вот с этим я конечно же буду сейчас разбираться потому что жутко жутко интересно попробовать попользоваться им впервые но все подруги наверное это это и все больше ничего нет в этой коробке весь комплект вот такого прекрасного и кстати великолепная новость в том что если элви не поломан если это не брак от завода и очевидно если он ну скажем так не дефективный повернуть его нельзя потому что этот продукт интимного пользования считается и если он мне не подойдет и не будет отсасывать не молоко то буду я за свои 300 евро на него просто так смотреть и пялиться так что с этим можете матушку поздравить ура ну собственно вот он прекрасный гаджет могу вам сказать что это лучшее что может мне кажется быть для кормящей женщины вот если бы я про него знала и слышала когда мне приходилось сцеживать молоко в первый раз с рэмом я была бы самым счастливым человеком на свете и я бы купила себе двойной молокоотсос и сидела бы счастливая себе бы сцеживала здесь внутри видно вот эту накладку которая в комплекте идет их 2 и 2 разных размера и в целом можно подобрать тот размер который подходит наиболее соску и груди женщины и вот здесь видите есть две полосочки и центр отмечен вот по этим полосочкам и центру приложив к своей груди можно понять подходит конкретная накладка по размеру или нет то есть сосок должен стать ровно вот так вот по центру и здесь не должно оставаться больших промежутков между полосочками и соском и также сосок не должен вот так вот наступать на эти полосочки или за них заходить если по центру стоит полоски видно и нет больших зазоров то и размер идеальный для конкретной груди ну в общем вот конкретная накладка для моей груди просто идеально разбирая этот насос молокоотсос молокоотсос здесь есть несколько деталей первая деталь снимается вот здесь с накладки вот такая вот она просто снимается и все и это все намывается так ну-ка фокусируйся и вот это все намывается поместить обратно очень легко поскольку здесь нет каких-то сложных систем просто трэнкс вот эти штучки встают и все цепляются за основную часть и все потом также нажимая на кнопку здесь снимается бутылка и на бутылочки здесь есть пластмассовая эта штучка которая служит как некий такой носик для того чтобы молочко удобно вылить и также вот такая вот силиконовая накладка и все больше ничего вот так вот прекрасно составляешь ставишь и все я еще не стерилизировал эту штуку особенно силиконовой части потому что вспоминая свой опыт с моделой которую я стерилизовала у меня вот эти силиконовые части все вот просто расшатывались разбалтывались и просто приходили в негодность просто за две недели поэтому вот эту штуку я пока только мою и не стерилизую как же она работает значит здесь нажимаю кнопку она включается вот здесь вот лампочка горит при помощи вот этой средней кнопки я выбираю какую грудью буду кормить видите правая левая загорается в этот раз я буду кормить правой поэтому лампочка остается на правой стороне запустить молоко отсос можно с этой кнопки наверху а также можно с приложения я пользуюсь приложением ну и вот так вот он выглядит в бюстгальтере то есть такой добрый 13 размер получается но в любом случае это все удобно надевая его нужно наклониться чуть-чуть вперед и хорошенечко направить сосок так чтобы он прям встал и все ты его надеваешь бюстгальтер плотненько при прилагаешь груди закрываешь закрепляешь и все в принципе можно двигаться разные девушки писали в обзорах что не так то уж он и как бы позволяет маме двигаться потому что там шаг вправо шаг влево что-то может слететь но мне кажется это зависит от бюстгальтера этот бюстгальтер который меня от линдекс он прям лучший на свете поэтому видите мне вот прям очень удобно плотно и вообще он не шевелится но и вот так вот это выглядит не зря я сегодня делала такой вот тупик прям секси чтобы вы видели как выглядит грудь огромная с этим молокоцосом но учитывая его функцию мне на самом деле все равно как это выглядит потому что вот одень какую-то большую не знаю байку там свитер толстовку и все нормально ничего не видно вот оно приложение вот так вот выглядит при помощи кнопки play запускаю и он начинает стимулировать видите тут режим стимуляции потом еще 7 режимов когда он уже будет сцеживать и тут плюс ко всему также будут будет написано когда симуляция закончится он напишет сколько миллилитров приблизительно он сцеживает наверху батарейка но и время идет чтобы вы понимали сейчас он сцеживает очень тихо работает и очень удобно ну все будем следить за временем посмотрим сколько молока у нас получится так давайте пройдемся по подгузникам потому что мне кажется эта тема очень важна и полезна для всех мамочек и нам важно понять какие подгузники лучше других и какие из каких вообще что выбирать особенно для тех мамочек которые впервые родили своего малыша вот здесь у меня все что осталось из большой большой стопки моих подгузников как я уже сказала у меня было более 10 брендов которыми мы пользовались которые мы протестировали в предыдущих влогах я думаю мой ящик с подгузниками вы вы видели когда я собирала мне кажется сумку еще в роддом ну то есть там целый ящик полный подгузников сейчас все что осталось практически вот здесь поскольку мы протестировали какие бренды первое это памперс экобай найти black rabbit of spring муни потом здесь еще другой вид памперса хаггиз дальше у нас генки и у меня еще не остались белла хэппи и мэрис эти подгузники мы также протестировали сразу буду складывать по двум стопкам что нам зашло что не зашло значит из тех которые нам зашли и которые считаю я для своих детей супер подгузниками ну как минимум для рэма и гранта для обоих генки зашли нам идеально потом с грантом впервые я пробовала офф спринг идеально зашли дальше хаггиз нам не зашли памперс тоже не зашли муни с рэмом когда я их пробовала они не не зашли с грантом и не зашли идеально black rabbit тоже новые подгузники которыми не пользовалась ранее они нам зашли супер эко by neti нам не зашли не с грантом не с рэмом и опять же памперс который также на мне зашел не с грантом не с рэмом что касается хэппи белла они нам тоже не зашли потому что это просто очень толстый подгузник он мне вообще не понравился и также нам не зашли мэрис рэму они не нравились потому что они достаточно грубые Ну и, следовательно, в случае Гранта они просто-напросто протекали. Что же случилось с этими подгузниками, которые нам не понравились? Значит, первый. Памперс. Достаточно такой, на мой взгляд, грубый подгузник, у которого вот эти все части, которые также касаются кожи ребенка, они достаточно, ну, такие шершавые. Такая наждачка прям хорошая получается. И в части спины здесь нет резинки вообще никакой для новорожденного. Следовательно, когда ребенок какает своей очень жидкой какашечкой, все это дело протекает очень прекрасно на спину. Это первая проблема. Вторая проблема вот в этом материале. Видите вот эти дырочки, которые здесь у нас есть, такая некая мембрана. Собственно, когда этот подгузник на ребенке находится 2 или 3 часа, то вот все это прекрасное, вот вся эта красота, сердечки, ромбики и весь этот узор, он остается жестко на коже ребенка. То есть отпечатки просто очень сильные, кожа вся красная. Ровно то же самое, что и с этой резинкой. Здесь вот этот материал, он достаточно такой шуршавый. И вот эта вся резинка, она впивается в ножку маленького ребенка. И поэтому на коже остаются отпечатки. Ровно такие же, как остаются и на хагис. Здесь ситуация еще хуже с той точки зрения, что вот эта часть спины здесь типа резинка есть. Но эта резинка, извините, она просто ужасная клюенка. Вот здесь видно, что это клюенка прям, с ужасным острым краем. И этот край просто на спинке также оставляет очень некрасивые отпечатки. Ровно так же, как и эти попурыжки. Если в памперсе там вот эти перфорированные дырочки, то в хагис вот такие вот попурыжки. Я вам скажу, что для ребенка постарше, как рем, например, в 2 года, мы пользуемся, пользовались точнее сказать, хагис ночными. Сейчас уже ночными мы не пользуемся, только дневными. И в целом для кожи, которая не такая чувствительная уже, нормально, отлично заходит. И крой вот такого вытянутого подгузника, потому что хагис для постарше детей, он очень вытянутый, нам зашло прекрасно. Что касается для новорожденного, вот эти попурыжки, они также оставляют жуткие отпечатки на коже малыша, она вся красная. И нам это вот просто ужасно не подошло. И здесь ровно так же, край, где ножка и резинка, здесь просто очень жесткие материалы. То есть они не мягкие, края не спрятаны, они просто ужасные, острые. И реальная наждачка, которая также впивается в ножки малыша. И это самая главная проблема, которую я, в общем, обнаружила с памперсами и с хагис со всеми. В общем, здесь ровно то же самое. Здесь они вообще не отличаются. Что пьюр, что обычные. Я не особо-то понимаю смысл вот этих 15 тысяч подгузников. Что касается Экобайнетти. Защита природы, это все здорово. Но, опять же, это просто адская наждачка. Тот же самый, та же самая клюенка. Тут просто, ну, похоже, что больше целлюлезы. И мне складывается такое ощущение, что здесь даже абсорбента геля нету. Просто вот, просто целлюлеза, которая не держит. И он здорово-здорово протекает. И плюс ко всему, крой, по сравнению с другими, ужасный. Его одеть очень сложно на ребенка. Поэтому нам эти подгузники не подошли. Сейчас покажу вам, что нам подошло. Например, Black Rabbit. Сразу сравнение. Этот подгузник, вот сразу посмотрев на этот подгузник, чем он мне понравился. Во-первых, каждый подгузник упакован в отдельную упаковку. И взять в сумку это дело все просто, суперудобно. Потому что вечно вот нужны пакеты, куда эти подгузы складывать, чтобы крошки от печенья и прочих вещей в сумке, они не оставались на подгузнике, чтобы на ребенка надеть чистый подгузник. И это очень круто. Значит, упаковка отдельная для каждого подгуза. Здесь, по краям, никаких клюенок. Здесь просто наимягчайший материал. Ровно так же, как и сам подгузник. И что касается вот этого материала, тут тоже, как и в Хагис, есть вот эти попурышки, но они вообще не оставляют никакого отпечатка на коже ребенка. И кожа не краснеет, что удивительно. Дальше абсорбент, который находится внутри, он равномерно распределяется по подгузу, и нету никаких компов. То есть ребенку удобно. И вот как раз таки, смотрите, спина. Почему не протекает жидкая какашечка новорожденного? Потому что вот здесь вот такая наикрутейшая, широкая и очень крутая резинка с такими вот уплотнениями в центре спины. Вот посмотрите. И вот этот подгузник у нас не протекает вообще. И он очень круто садится по фигуре малыша, то есть он его как бы обволакивает. И вот он в таком облачке и себе спокойненько спит. Не остается никаких покраснений от этих резинок, как я уже сказала. И, не знаю, капля свежего воздуха, то, что он очень белый. Я вот прям кайфанула. Особенно, когда надеваю на ребенка бодики шерсти Мереноса, вот которые мы покупаем шелком прозрачные, полупрозрачные такие. И не просвечивают вот эти рисунки подгузов. Очень круто. Вот такой белый, мягкий, красивый подгузник. Ну это, собственно, не знаю. Или у меня сейчас вот все на белое какой-то, какой-то клин. Я и одежду ребенку всю белую покупаю, белую, серую. Короче, вот внешне этот подгузник для меня просто кайф. Очень прикольный. Мунис то же самое. С Рэмом он протекал, мы ими не пользовались. Поэтому, собственно, мы выбрали генки для него. Но в этот раз с Грантом Мунис у нас не протекает. Очень крутой подгузник. Он супер мягкий. Здесь внутри все также сделано очень здорово. И в отличие от Pampers и Huggies, тут все прям продумано. Здесь также есть резинка. Она не такая классная, как вот Black Rabbit. Ну посмотрите, если даже сравнить, да. То есть она более такая какая-то, ну как сказать, не резинка-резинка. Но, тем не менее, резинка, да. Здесь она вот прям такая четкая, очень качественная. Ну прям такая, не стыдная. А здесь, ну, похуже, но тем не менее. Тоже норм. И, в общем, в этом случае этот подгузник тоже для нас сработал прекрасно. Ровно так же, как и Генки. Генки вообще наша любовь. Forever and ever. Мы любим этот подгузник. И здесь у него хоть и нет резинки на спине, да. Как была в Black Rabbit или в Мунис. Но, тем не менее, он у нас не протекает. Он супер мягкий. Смотрите, какой вот этот материал шелковистый. Он прям блестит. Он очень мягкий и также не оставляет покраснений на коже. Он прям как шелк вот здесь. Все, что касается кожи малыша, это просто круто. Снаружи нет, тут, ну, тут липучка, она наждачка, понятное дело. Но тут вот как бы крутой подгузник. Единственное, ну, может быть, можно сказать, что, ну, дизайн не такой красивый, как у других. Как у белого Black Rabbit или, например, австралийского Offspring. Тут у них безумно красивые лимоны, арбузы, авокадо, прочие фрукты. Ну, короче, этот подгузник тоже нереально крут. Резинка есть. Специальное уплотнение здесь есть. Тут материал мягкий, абсорбент остается на месте и распределяется по подгузнику очень равномерно. Ну, короче, не протекает и очень круто сидит на ребенке. В общем, это самые главные вещи, которые нужны в подгузниках. Плюс ко всему, здесь меньше краски. Это значит, он чище для ребенка с точки зрения там химикатов. Хотя эти краски, они не имеют парабенов, химикатов, БПА и прочих, что там еще может быть вот из всего вредного для ребенка. Но вот здесь краски нет вообще. Здесь есть линия индикатора наполнения подгузника. Она проявляется, когда подгузник заполняется. Но в целом этот вот самый такой чистый. Ну, вот такая вот стопка из подгузов, которые нам зашли. И вот такая вот стопка из подгузов, которые нам не зашли. И сразу вам скажу своим подругам, которые за мной следят долго, я, как уже не стыдный суперблогер, имею контакт с некоторыми компаниями подгузников. И не одна, а несколько из этих конкретных компаний, они сделали мне предложение о сотрудничестве. Предложили контракт, предложили стать амбассадором. Кто-то просто хотел эксклюзив, а кто-то просто хотел дать свои подгузы, чтобы мы радостно пользовались. Но я всем сказала, что, ребят, сначала мы тестируем. Я даю честный обзор на своем канале, и потом я выбираю, с кем мы будем сотрудничать. И кто же будет нашим прекрасным спонсором подгузников на канале. И который будет снабжать нас запасом подгузов на все время, пока они гранту будут нужны. Поэтому эту стопку выбрасываем нафиг. И, в общем, у нас дальше будут вот такие вот подгузники. А, кстати, в Санкт-Петербурге еще у меня есть упаковка Гунву. Она, правда, по-моему, для Рэма, но у них вышли, ну, Ньюборн. Я очень хочу попробовать также еще Гунву, их Ньюборн размер, и посмотреть, как они будут работать на попке Гранта. Следовательно, у нас остался еще, да, один тест. Это уже по возвращению в Санкт-Петербург. И тогда добавится сюда еще либо в эту стопку Гунву, либо в ту. И из этих мы будем выбирать. Ну и, коль уж у нас такая песня, значит, 4 подгузника, которые у нас в стопочке зашли, будем их тестировать при помощи чаечка. Значит, здесь у нас Offspring, Генки, Black Rabbit и, кто это, Муни. И 4 кружечки чая, стаканчика. Все по... Так, где у нас тут мерная штучка? Так, не знаю, видно, не видно. Короче, все по 50 миллилитров. Всем видно, что под 60. Там есть еще одна вот такая штучка, и вот на 50 одинаковое количество. Значит, сейчас буду наливать вот в эту среднюю часть приблизительно одинаково. И потом будем использовать салфетку для того, чтобы смотреть, на каком подгузнике салфетка будет... Прижав ее сухая, на каком подгузнике она будет... Мокренькая. Ну, это серии тест, чтобы проверить, остается ли кожа ребенка сухая в совсем мокром подгузнике. Ну что, поехали. Первый. Есть. Второй. Есть. Третий. Есть. И четвертый. Есть. Сейчас засекаю 30 секунд. И потом будем прикладывать салфеточку. Ну вот. Половина времени прошла. Смотрим. Так, у Спринг. Распределился тут. Дальше. Геночки. Мунис. Этого нет. Это Блэк Рэббит. И Мунис. Так, все. Стоп, 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 стоп. Все. Выключаем. Ну, давайте. Пошли в ход салфетки. Значит, буду каждую салфетку напополам. И вперед, значит, у Спринг. Давай, показывай. Ну, чуть-чуть. Совсем есть мокренькая. Так. Окей. Дальше. Генки. Чик-чик-чик-чик-чик. Ну, тут практически все сухо. Генки сухо. Отлично. Так, дальше. Блэк Рэббит. Давай. Погнали. Блэк Рэббит сухо. И... Мунис. Давай, Мунис. Мунис. Ну, чуть-чуть, но в целом сухо. Так, давайте сейчас посмотрим равномерность желешки. Так, здесь абсорбент прям вообще ровный, без комков, в подгузнике у Спринг. Генки вот здесь, видите, пальцами чувствуются, как они прошивали их. Так, то здесь есть прошивка, чтобы он не бегал по подгузнику. Но в целом тут остаются вот такие вот, вот такие вот следы от пальцев. Ну, окей. Так. Блэк Рэббит. Все вообще равномерно. Никуда ничего не ушло. Так. И Мунис тоже вроде бы все равномерно, но я чувствую, что вот в этой части больше он впитал. Но в целом он как бы по всем подгузнику ровно. Ну что ж, вот такая вот история. И получается, что только Оф Спринг оставил мокрый след. Ну, сейчас, Хока, еще 30 минут, секунд прошло. Давайте попробуем еще раз. Еще через 30 секунд. Нось. Ну, нет, вставляет мокрые следы. Генки. Нифига, сухо. Блэк Рэббит. Сухо. И Мунис. Сухо. Ну что ж, друг мой, Оф Спринг, ты, конечно, прелестный. И зашел нам отлично. Но из гонки ты выпадаешь. Значит, у нас осталось 3. И, как я уже сказала, гонву мы попробуем в Санкт-Петербурге. Пока рассказывала вам про подгузы, вот бутылка у меня полная. Трынкс. Нажимаю. Поняла. И здесь у меня, в общем, мои сессии. И сейчас покажу вам, что у меня получилось с моей бутылкой. Трынкс. А, вот он написал мне, что набрал у меня от 125 до 135 миллилитров. И, в общем, если я пожелаю еще сцеживать, я могу сейчас поменять бутылку и нажать на Play и продолжить. Если я не хочу, то, в общем, я просто нажимаю Finish Session. А я Finish Session. Yes. Так. И все. Я могу ее сохранить. Трынкс. И она появляется, собственно, в списке моих сцеживаний. Сейчас покажу вам бутылку. Ну, вот она моя бутылка. Посмотрите. Вот полная бутылка молочка. Так. Давайте посмотрим, сколько здесь. 100. Ну, да, 130 точно есть, если не больше. Перелью в контейнер и посмотрим. Ну, вот так вот работает. Это великолепная, просто магическая штука. И я где-то в комментариях видела отзывы, что он может там проливаться, когда ты его снимаешь или еще что-то. Но ничего подобного у меня не происходит. Так что, подруги Элви, просто бомбическая штука. И я вообще не пожалела ни разу, что я потратила на вот эту маленькую штучку. 300, да, по-моему, 300 евро. Двойной молокоотсос мне бы обошелся со всеми причиндалами. 700 почти евро. Но это если купить запасные вот эти все силиконовые штучки. В этот раз я их не покупала. Я подумала, сначала я попробую, что мне сразу покупать-то. А потом докуплю дополнительно вот эти все силиконовые запчасти на случай, если они там разболтаются. Но я вам говорю, это лучший молокоотсос, мне кажется, на свете. И я гипердовольна, что я его купила. Так, потом из полезностей, что еще хотела вам показать. Это касается мамочек, которые только-только родили малышей. И, может быть, об этом не знают. Это касается стирки одежды. Понятное дело, что одежду желательно стирать специальными средствами для малышей, чтобы убедиться, что у него не будет никакой реакции на более агрессивные моющие средства, которыми мы пользуемся для одежды взрослых. Но после стирки, особенно когда одежду я достаю из сушки, я всегда-всегда проверяю ножки и проверяю ручки, особенно те, которые имеют антицарапки. На предмет чего? Вот смотрите, вот эту одежду, вот одну нашу печенюшку и еще один бодик я только-только достала из сушки. То есть я это все постирала. Если вывернуть вот это все дело, здесь можно увидеть, что тут скапливается волокно одежды или вот эта пыль волокна из сушки. И также здесь могут быть нитки. Вот у Алант, например, вот печенюшки эти наши, здесь нет никаких ниток. То есть здесь ничего не торчит, и все очень чисто и здорово сделано. И также здесь нет никакого особого там скопления волокна. Сейчас попробую на второй посмотреть. Ну, чуть-чуть здесь скопилось, но это опять же после сушки. И никаких ниток. Или вот здесь вот. Не знаю, видите вы или нет, но вот здесь вот есть волосинка. Она, правда, маленькая, но тем не менее. Для чего это нужно сделать? Это нужно сделать для того, чтобы малыш, когда наденет, вернее, вы наденете на малыша эту одежду, особенно ночью, пока он спит, чтобы вокруг пальчиков, ручек и ножек у него не обмотались никакие нитки или, не дай Боже, волосы мамы. Волосы, которые, кстати говоря, после рождения малыша в какой-то момент начинают сыпаться просто ой-ой-ой. Весь дом, волосах и на голове просто черти что. Поэтому, если не проверить и оставить в этих, например, рукавичках волокно, нитки, волосы, которые обмотаются. Ну, вот смотрите, здесь, например, да. Здесь есть нитка. Вот эту нитку нужно удалить. Она может обмотаться вокруг пальчика и просто передавить или, не дай Боже, перерезать пальчик малышу. Особенно, если всю ночь он спит, вы не проверяете ручки-ножки. Только поменяли подгузник, а вот эта штука, вот здесь он как в петлю может попасть. Видите, тут прям петля образовывается. И это очень-очень опасно. Поэтому вот за этим нужно обязательно следить. А волокна убирать, потому что они собираются между пальчиками. И все это дело может там, сами понимаете, создать проблему. Начинает кожа преть и так далее, и так далее. В общем, это обязательно, каждый раз мы проверяем. Потом, что еще? Ну, такая вот история с комбинезонами уличными, красивыми, классными комбезами, которые, как правило, великоваты для малыша. И очень проблематично продевать руки в рукава, потому что малыш очень маленький. Это все такое громоздкое, жесткое, большое. Короче, я этим больше не мучаюсь, как я мучилась в первый раз. Я просто помещаю ребенка словно в кокон. Я ручки кладу сюда вдоль, закрываю, и ребенка, вот руки или назад, вот так вот, в качестве такой поддержки, а не служат подушечек таких сбоку. И просто ребенок лежит, как в коконе, и в то же самое время я могу надевать на него самые красивые комбезы, которые я купила, и понимаю, что, ну, не получится ситуация, два раза одела, и все, больше ребенку не подходит. А мы вот прям пользуемся и радуемся. И также здесь у меня есть одеялко, которое я использую как подушку. То есть я завернула края вот здесь вот, сделав такие вот как бы валики и поддержку головы ребенка. Это как раз-таки мне помогает ночью, когда я его переодеваю. А ночью детки, они особенно неспокойные, и они особенно протестуют против вот всех этих процедур. Особенно, когда у нас салфетки влажные, и вот это вот все. Поэтому, когда у него головушка попадает вот сюда, вот это мягкое облачко, еще я ему даю сосочку, то все, он более или менее спокойно вот так вот лежит, и я могу поменять подгузник, протереть попу, и, в общем, позаботиться о том, чтобы ребенок был чистый, сухой, и чтобы ему было комфортно. Также, что еще из полезностей во время ночи? Здесь у меня вот такой вот светильник, который имеет раз, два, три, три режима подсветки. И этот прекрасный светильник я купила на Озоне для комнаты Рэма. Но я поняла, что он очень классный. Поставить его можно вот здесь вот прям рядом с пеленальником, чтобы ребенка лучше почистить. Потому что ночью, когда ты сонная, когда очень слабое освещение, ну, не видно, что там на попе происходит, и есть шанс, что ты оставишь там то, что там оставаться не должно. Поэтому вот такой вот светильник, который стоит вот только исключительно здесь, и он всегда здесь находится. То есть нет такой ситуации, что я его ношу с собой, и где-то там забыла, и осталась без освещения. В общем, он всегда стоит здесь и помогает мне ночью ребенка более комфортно переодевать. Потом что еще? Для ночных кормлений всегда наушники. Это вот прям мой must-have. Не важно, какие наушники проводные и беспроводные. Они беспроводные лучше, они помогают мне не засыпать. Потому что я вот прямо отрубаюсь уже, когда кормлю ребенка. Причем я его кормлю очень подолгу. То есть он сначала ест, ну, там, 30-40 одну грудь, потом я его переодеваю, и потом он ест вторую грудь. То есть у нас это вот такой длительный-длительный процесс. Занимает, ну, там, час-двадцать, что-то такое. И, следовательно, нужно как-то себя развлекать. Я слушаю подкасты, и, в общем, или там, я не знаю, видеоролики смотрю. Главное, чтобы не заснуть с ребенком на руках. Потом для ухода утром, когда нужно протереть личико, я вот беру просто вот эти контейнеры, которые предназначены для молока или прикорма ребенка. Я сюда наливаю либо ромашковый чай, либо кипяченую воду и салфеточками протираю лицо. Это тоже очень-очень удобно. Это всегда вот здесь рядышком стоит. Я вот прямо, у меня станция моя, и я вот могу очень легко за ребенком ухаживать. Ну, и моя корзина. Это тоже моя полезность, супер-маст-хэв, без которого я поняла, вернее, точнее, не поняла, как я обошлась в прошлый раз. Тут у меня салфетки, тоже мой маст-хэв. Дальше здесь у меня клипсы для сосочек. Подгузники, собственно, которые, вот видите, все, которые мы тестируем, они всегда у меня здесь. Из нашего ящика они сюда пополняются. Потом здесь кокосовые полотенчики для лица, самые мягкие на свете. И потом слюнявчики, здесь еще слюнявчики. Ну, и, собственно, дальше все необходимое для ребенка. Здесь у меня лосьон для тела, крем под подгузник. Псилобальзам – это против аллергии, это для Рэма на самом деле. Я просто сюда бросила, мне было удобней. Здесь ножнички для ноготков уже два раза постригала. Потом здесь, это тоже для Рэма, задак. У него была такая аллергическая реакция на укус какого-то супершмеля или комара, не знаю. Но для малыша эспумизан, чтобы газы его не мучили. Потом маслица для массажа. Тут еще масло. Ну и, короче, всякие разные штуки. Ложечка. В общем, все, что нам нужно. У меня здесь всегда под рукой, и мне не нужно никуда бежать. И, не дай Боже, ребенка оставлять на пеленальнике, что, в принципе, запрещается вот прям на все 100%. Так, что дальше у нас? Дальше у нас... А, по слюнявчикам еще покажу. Вот у нас мой ящик. Не обращайте внимания на бардак. Просто сюда постоянно залазит Рэм. И каждый день он мне тут просто наводит свой порядок. Короче, первое, это одноразовые пеленки, которые я стелю сразу на пеленальник. То есть я на пеленальник больше не стелю вот эти специальные чехлы из икеи, которые из материала махровые, потому что их стирать просто сил не хватает. Следовательно, просто вот это дело для ребенка под попу. А это просто протирается очень легко. Потом у нас еще здесь мои мастхэвы, прокладки для груди. И еще из слюнявчиков вот эти наикрутейшие слюнявчики. Вот Алант. Такие тоненькие-тоненькие, которые просто вот как, не знаю, облачко так же облачком протираешь. Лицо ребенка очень крутые. Потом муслиновые. Вот эти я тоже очень люблю. Они мягкие-мягкие-мягкие. И также вот эти, которые побольше. Вот такие вот слюнявчики, которые я заказала на Амазоне. Нереально крутые. То есть их я надеваю на свое плечо, для того, чтобы ребенок, если срыгнет, не испачкал мою одежду. И также я могу вот таким вот прекрасным образом постелить его на шезлонг, в кровать, не знаю, куда бы то ни было, чтобы ребенок, если опять же срыгнет, или описывается, обкакается, протечет, неважно, чтобы это все не попадало на, собственно, поверхность матраса, шезлонга, коляски и прочих поверхностей, которые простернуть возможно. Все это снимается, ясный пень, но сложнее простернуть, чем просто вот эту штуку бросить и постирать. И вот эти слюнявчики, они прям нереально крутые. Они такие плотные, несколько слоев, толстенькие, мягкие, нежные. Ну и, короче, они работают просто идеально. Ну вот, и на маме на плече он выглядит вот так. Можно его чуть ниже опустить, и вот одежда останется прям чистая и прекрасная. Уже не говоря о том, что ребенку тоже мягче на плече, если держать его столбиком, чтобы отрыгнул, ребенку намного приятнее и мягче на плече мамы, нежели чем без вот такой вот прекрасной штучки. Потом еще есть полезности, которые я уже показывала. Это вот такой вот стерилизатор сосочек от Манчкин. Вот такая вот красота. То есть соску помещаем внутрь, закрываем, нажимаем. Один раз включается, нажимаем второй раз, мигает. Это значит, стерилизация началась. За минуту он стерилизует сосочки. Видите, здесь фиолетовый свет, пока емки горит, и значит, он стерилизует. Эту крутую штуку можно брать с собой. Ее я беру в коляску, в рюкзак, в поездки, в магазин, в машину, куда бы то ни было. Если ребенок уронил соску или я ее хапанула грязной рукой, просто протираю и сюда помещаю, и она стерилизуется. Здесь медицинские ультрафиолетовые лампы, которые убивают микробы, в том числе всякие разные стафилококи, там, я не знаю, ту же корону. В общем, все, что может ребенку навредить, все это, эта штука убивает и очень круто, значит, очищает, обеззараживает сосочки. Ровно так же, как и вот их большая вот такая вот штуковина, это стерилизатор уже для игрушек. Во-первых, он смотрится очень-очень круто, то есть в любой интерьер он встанет очень даже круто, особенно в мой серый. И здесь подобная история. Вот здесь так вот он выглядит. 21 медицинская ультрафиолетовая лампа, и здесь мы стерилизуем телефоны, планшеты, игрушки, которые ребенок берет с собой, ну, например, сейчас вот с младенцем, для нас это крайне важно, то есть чтобы игрушки Рэма тоже были стерилизованы, чистые, и наши телефоны, планшеты, все, что мы берем с собой, например, в магазин. Вот сюда помещаем, здесь кнопка зажигается, и в течение пяти минут он стерилизует все эти предметы. Он не предназначен для сосок, бутылок и прочего, только для игрушек, планшетов, телефонов, ну, таких бытовых вещей, но тем не менее, ну, как бы это уже покрывает большое-большое количество этих вещей. Также есть батарейка, его можно подзарядить, он работает без провода, и если взять с собой в поездку, ну, как мы, например, тут путешествуем Рига, Питер, и нужно его сложить, он приходит абсолютно в плоское положение, его очень легко сложить. Также есть здесь карман для каких-то мелочей, которые также складываются в этот стерилизатор. Так что вот эти две штуковины во время пандемии, они прям наши мастхевы. я поняла, что я пользуюсь ими реально каждый день. И есть подруги, которые почему-то, я вот честно не понимаю, когда видят моего ребенка в видеороликах с соской, как сейчас, например, они меня спрашивают, зачем ты ребенку даешь соску, или зачем давать ребенку соску, который и так спит, или зачем включать, там, например, белый шум, зачем то, зачем все. Подруги. Я даже вот честно не знаю, как отвечать на эти вопросы. Во-первых, мне хочется задать встречный вопрос, с каких времен соска стала каким-то, я не знаю, вот таким вот вредным, что ли, предметом. Соска существует уже испокон веков, и она используется для того, чтобы ребенок удовлетворял свой сосательный рефлекс, чтобы он лучше спал, и также, в том числе, как один из инструментов для профилактики и предотвращения внезапной смерти малыша. В том числе. Почитайте, пожалуйста, информацию. И уже давным-давно известно, что соска не влияет на прикус, соска не влияет на то, возьмет ребенок грудь или нет, и так далее. Сосочка, она помогает ребенку спокойнее спать, и, как я уже сказала, является профилактической мерой против внезапной смерти малыша. И также, если мы выезжаем куда-то в длительные поездки, в магазины, куда бы то ни было, соску ребенку предложить, ну, это абсолютно нормально. Почему нет? Вы мне объясните, с каких времен это стало вот прям каким-то, вот я не знаю, чуть ли не нет-нет-нет, фу-фу-фу. Ровно так же, как и белый шум. Пожалуйста, почитайте информацию. Я очень много раз рассказывала, что белый шум, он, в принципе, во всем мире очень широко используется, в том числе, для лечения нарушений сна, как младенцев, детей, взрослых, так и пожилых людей. Белый шум, он не вреден ни для психики, ни для ушей, вообще ни для чего. Все, что он делает, он создает вот такой вот звуковой кокон и помогает блокировать внешние шумы, которые могут ребенка разбудить. Плюс ко всему, он привык к очень шумному пространству в нашем животе, то есть там очень шумно. Это то же самое, как мы ухо включим, не знаю, какой-то самый громкий пылесос и будем возле него сидеть 24 часа в сутки. Вот ровно так же ребенок себя ощущает внутри утробы матери. И поэтому для него эти шумы, они очень-очень даже привычны. Следовательно, пожалуйста, если мы вот как бы в наших широтах никогда не использовали белый шум, ну, я имею в виду мам, пап, в Советском Союзе и так далее, это не означает, что этих гаджетов не существовало во всем остальном мире и что эти гаджеты не использовались, и что они не являются полезными, хорошими и в принципе просто помощниками для мамы. Поэтому, когда вы видите что-то новенькое, пожалуйста, изучите, просто используйте Google, забейте, почитайте, посмотрите, и я вам гарантирую, вы найдете очень много всего полезного, нового. И самое главное, принимайте это новое, не нужно сразу отрубать, отрезать и говорить, а вот в наше время так не было. Словно вам 90 лет, бабы, вот серьезно, давайте как-то уже поспокойней. Тем более, что соски, ну, они прекрасны, поэтому в нашем доме соска есть. К слову говоря, соску он взял. У нас также есть вот такие вот сосочки от Элоди, просто прелестные соски, тоже медицинский силикон, очень чистый и по материалу, и для ребенка специально разработанный. Но, вот такой вот скос пока Грант не принимает. Я надеюсь, что чуть попозже он эту сосочку примет прекрасно, но пока он ее выплевывает, так что она у меня ждет лучших времен. Но зато ему отлично подошла соска Филиппс Авент, но именно их ночная соска. Соска, которая вот с этим краешком, вот сейчас покажу вот этот краешек, он мягкий, он силиконовый, то есть он гнется. То есть этот краешек, он очень-очень податливый. Все остальные с такой же сосочкой, да, именно силиконовой частью, он их не взял. Но именно эту он берет с удовольствием. Поэтому пока мы пользуемся именно этой соской. Ну и ровно так же, как мы пользуемся шезлонгами. У нас шезлонг For Moms Mama.ru. Это просто наша любовь forever and ever. Мало того, что он просто эстетически невероятно красивый, тут есть еще куча функций для ребенка. То есть здесь есть пять режимов, как можно укачивать ребенка, регулировать скорость и интенсивность. И также можно подключать звук. Разные звуки и регулировать громкость. Очень крутая штука, которую мы любим. И вот так вот, видите, весь ролик, он уже в этом шезлонге у меня спит. И также наша любовь это Baby Burn. Baby Burn, он просто прекрасен. Этот шезлонг мы берем с собой куда только не лень, и в сад мы выносим, если в гости едем. В общем, этот шезлонг я обожаю. Даже я помню с Рэмом мы брали его в ресторан, и он рядышком качался прекрасно себе и сидел и радовался жизни. Очень классные штуки для вот такого дневного времяпрепровождения ребенка, особенно когда он бодрствует на улице либо в доме. Это очень-очень классные штуки. Так что ими мы пользуемся. Ну, а все остальное, подружки, я, наверное, буду вам показывать уже в Санкт-Петербурге. Иначе этот ролик, опять же, превратится у меня в трехчасовой как бы том. Засядем на Ютубе на полдня. Поэтому на этом сегодня с полезностями для вас заканчиваю. Грантик мой сладкий пирожок тут хоть еще и спит, но его уже пора кормить. Буду его будить. Ну, а вам желаю доброго дня, прекрасной недели, прекрасного начала недели. И мы с вами увидимся, подружки, в следующем моем видеоролике. На этом сегодня все. Субтитры подогнал «Симон»!